Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки! Продолжаем с вами вести разговор про свободное падение тела. В предыдущем фильме я рассказал про то, когда тело, или какой-нибудь шарик, просто-напросто отпускает. То есть его начальная скорость равняется нулю. А что же произойдет, если я сейчас его брошу вертикально? Брошу просто-напросто вертикально вниз. Вертикально вниз я его брошу, то есть у него начальная скорость не равна нулю. Вот давайте с вами этот вариант и рассмотрим. Итак, шарик, который получает начальную скорость, то есть его бросает. Куда он будет двигаться? Вниз. Поэтому, самый простой вариант, и ось выбрать вертикально вниз по направлению движения. Что я и сделаю. То есть у нас ось Y будет направлена вертикально вниз. И G, ускорение свободного падения, будет направлено вниз. Ну, а раз так, значит все становится на свои места. Здесь у нас 0, начало кардина. Значит, Y нулевое здесь равняется нулю. Ну, а раз так, значит я могу записать вот эти вот все кинематические формулы применительно к нашему случаю. Только вместо дельта X я буду писать дельта Y. А поскольку Y нулевое у нас равняется нулю, значит дельта Y равняется Y. То есть я сразу буду находить местонахождение тела относительно вот нулевой точки. Итак, дельта X превращается в Y, а ускорение превращается в G. Поэтому, первая формула у нас записывается, V равняется V нулевое плюс G, D. И Y равняется, вторая формула V нулевое плюс V деленное на 2 умноженное на T. Вообще, очень универсальная формула. Третья формула, Y равняется V нулевое, D, плюс G, D квадрат пополам. Y равняется V квадрат минус V нулевое квадрат деленное на 2G. Вот и все. Вот четыре формулы, которыми мы можем смело пользоваться. Единственное, что, вот когда вы, допустим, решаете задачу, да, в котором говорится, тело брошено с высоты какого-нибудь там здания, высота которого там 40 метров, к примеру. Вот, ну допустим, здесь 40 метров, да, 40 метров. Вот, и оно брошено с какой-то скоростью V нулевое. Ну, я говорю, ой, там, допустим, 10 метров. Правильно? А где тело будет находиться через одну секунду? Правильно? Через одну секунду я взял, ну, значит, оно будет находиться на высоте, так сказать, пролетит 15 метров. Ну, почему 15 метров? Потому что G принимают за 10. 10 деленное на 2, 5. Время 1 секунда, как я сказал. V нулевое у нас имеется. Это 10. 10 на 1 плюс 5 умножить на 1. Получается 15 метров. Это означает, что оно 15 метров пролетело вот отсюда. Вот, 15 метров, допустим. Да? То есть до земли осталось лететь 25 метров. Вот, 25 метров. И здесь 15 метров. Значит, всего 40 метров получилось. То есть отсчет у нас ведется не от поверхности земли, а от той точки, с которой тело бросит. Вот такой вот вариант связан с движением тела, брошенного вертикально вниз. А теперь, внимание. А теперь, внимание, мы переходим к следующему вопросу движения тела, брошенного вертикально вверх. Вот это, так сказать, один из наиболее часто встречающихся вариантов. Вот. Так что же тут происходит? Ну, давайте с вами посмотрим. Итак, что у нас происходит? Земля и тело какое-то, которое брошено вертикально вверх с начальной скоростью. Демонстрация этого варианта. Берем шарик и бросаем его вверх. Бросаем его вверх. Очень часто я задаю вопрос. А какие силы при этом на этот шарик, который я бросил, действуют? И очень многие говорят про силу, которую я ему сообщил. Ребятки, да. Почему шарик приобретает скорость? Потому что я действительно на него действую силой. Но как только он, этот шарик, вылетел, Папа, я никакого действия на этот шарик не произвожу. Шарик мне сказал, бай-бай. И поэтому поднимаясь вверх, он начинает замедлять свою скорость только по одной причине. Что на него действует сила тяжести. Сила тяжести. Никаких моих сил абсолютно нет. Шарик начинает подниматься вверх. А на него действует только сила тяжести. Вот все. Это нужно обязательно, так сказать, понимать. Итак, начальная скорость направлена вверх. Что я делаю? Выбираю ось. А ось я выбираю по направлению движения. Вот она. Это ось у. Ну, логично сказать, что у нулевое здесь тоже будет равен... У нулевое будет равное нулю. Неправильно. У нулевое будет равен нулю. Ну что? Тогда получается. Смотрим на нашу формулу. Выравняется. Ж направлена вниз. Значит, первая формула это В нулевое. Она направлена по оси минус ЖТ. Отлично. Следующий вариант. Помните, я говорю, здесь же тоже у нулевое равен нулю. Поэтому дельта у, который превратился у нас после дельта х, это у отнять у нулевое. Ну, у нулевое нуль, поэтому я здесь имею полное право описать. У равняется В нулевое плюс В деленное на 2 и умноженное на Т. Опять-таки, я лишний раз повторяю, что это универсальная формула. Вот. У равняется В нулевое Т. А теперь внимание. Минус ЖТ квадрат пополам. Почему минус? Потому что ось у нас направлена вверх, а Ж направлена вниз. И последняя формула такая. В квадрат минус В нулевое квадрат деленное на минус 2Ж. Если мы числитель и знаменатель умножим на минус 1, а я имею полное право это сделать, тогда у нас здесь получается 2Ж, а здесь будет В нуль квадрат минус В квадрат. Итак, вот вся теория, так сказать, у нас получена. Хорошо. А что ж теперь? А теперь мы с вами начнем вести беседу про максимальную высоту поднятия. Вот. Максимальная высота поднятия. То есть на какую максимальную высоту брошенный мною шарик может подняться. Вот она. Вот. Ах. Вот. Раз. Остановилась и полетела вниз. Я сказал остановилась, но это понятно. Поэтому в максимальной точке тело останавливается. Конечная скорость равна нулю. Поэтому смотрим внимательно. Что ж у нас получается? Если у нас конечная скорость, я напишу В конечно равняется нулю, то тогда у нас время Т как бы превращается в Т поднятие. Вот. Превращается. Вот так вот напишу. Вот превращается. В конечная превращается в ноль, а время Т превращается у нас во время поднятия. Поднятие. Первая форма у нас какая? Конечная скорость, она равняется нулю. В нулевой осталось. Отнять G, D, падение. Все? Значит, время падения... Нет, не время падения. Чего я говорю про время падения? Поднятие. Ну, давайте так. Под. Поднятие. Будет равняться поднятие. Поднятие, да? Вот. Оно у нас будет равняться V нулевое, деленное на G. Все. Видите, как просто. То есть, если я бросил тело вертикально на вверх со скоростью 30 метров в секунду, значит, оно будет подниматься до максимальной высоты ровно 3 секунды. V нулевое, деленное на G. Отлично. Первый вариант мы с вами рассмотрели. Второй вариант, он тоже простой, потому что получается V нулевое, деленное на 2, умноженное на T. Поднятие. И тогда у нас Y превращается в максимальный Y, который я буду бы означать буквой H. Третья формула. И Y максимальный, правильно? Который я столько что сказал, буду обозначать буквой H. будет равняться V нулевое, T поднятие, минус G, T поднятие, в квадрате деленное на 2. Ну вот, кстати говоря, сейчас можно взять и это T поднятие поставить сюда, получить какую-то формулу. Но к ней можно прийти гораздо проще. Из четвертой формулы Y максимальная, которая, обозначая буквой H, будет равняться. Просто-напросто V нулевое, квадрат, деленное на 2G. Вот и все. Вот такая вот формула у нас получится. Так вот, если вы поставите, вместо T поднятие V нулевое на G в эту формулу, вы получите эту. Это говорит о том, что неважно, с помощью каких формул вы приходите к какому-то результату. Его можно добиться разными путями. В этом-то вся прелесть и физики, и математики состоит. Так вот, давайте с вами сейчас посмотрим, что же у нас получается. V нулевое будет равняться квадратный корень 2GH. Это я нашел с вами с четвертой формулы. Правильно? Правильно. А теперь давайте с вами посмотрим, что же будет происходить. А мы знаем уже с вами, что будет происходить. Когда тело достигло максимальной высоты и начинает падать. Начинает падать. Когда оно начинает падать, это свободное падение, да? Мы уже с вами об этом говорили. Как бы начинается другая задача. Тело падает. Вот этот шарик падает с высоты H. Вот это высота. Ось Y. Я в данной ситуации выбираю вниз. И спрашиваю, а с какой такой скоростью это тело пухнет со земли? Вот здесь у нас земля находится. Отлично. Опять-таки, я смотрю на четвертую формулу. Y равняется. Помните, тут было Y нулевое. V0 квадрат минус V квадрат деленное на 2G. Мы тогда с вами разговаривали. Нет, секундочку. Неправильно написал. V квадрат отнять V нулевой квадрат деленное на 2G. Но ведь в данной ситуации Y-то это у нас максимальная высота. Потому что понятно, на какую высоту он поднялся. С точки зрения такой же высоты он будет и падать. Тогда начальная скорость вот здесь, на максимальной высоте, она равняется нулю. Тогда H равняется V квадрат деленное на 2G. Вопрос, а что же такое скорость V? Это скорость в момент приземления, будем говорить так, на землю. То есть, понимаете, это такой вот предельный вариант, когда тело падает, падает в замедленном действии. Вот оно падает, оно уже приземлилось сюда, еще как бы не приземлилось, да? Вот, как бы оно, это тело здесь и как бы еще не здесь. То есть, тут будет максимальная скорость. Тогда я могу эту скорость найти. Это опять-таки квадратный корень из 2GH. Смотрим внимательно. Раз формула. Вторая формула. Мы вдруг приходим к потрясающему выводу. А вывод такой. С какой скоростью тело бросили, с такой скоростью его и поймали. Бросил со скоростью 10 метров в секунду. Пожалуйста, 10 метров в секунду получите при приземлении. Вот и все. Кстати говоря, это вытекает из закона сохранения энергии. Но не сейчас об этом мы будем вести беседу. Итак, начальная скорость или скорость... Начальная скорость бросания равна конечной скорости, так сказать, падения. Вот. И отсюда у нас вытекает еще один, на мой взгляд, очень интересный и красивый вариант. H равняется при свободном падении G равняется GD квадрат деленное на 2. Правильно? Правильно. И что у нас еще может быть? Здесь у нас может быть такое. V равняется просто-напросто GD. Потому что начальная скорость равняется нулю. Что отсюда вытекает? Вот это вот время, если мы говорим про конечную скорость, называется временем падения. Там поднятие, а здесь падение. Там под, а здесь пад. Там под, а здесь пад. Значит, время падения, это V деленное на G. Ну и давайте с вами посмотрим. Вот на это и на это. Вот. Вот на это и на это. И к какому выводу мы приходим? Поскольку скорость начальная бросания равняется конечной скорости падения, а G и G одно и то же, я прикажу, как я уже сказал, потрясающему, на мой взгляд, выводу, что и время падения равняется времени подъема. Или время подъема равняется времени падения. Вот и все. То есть, 2 секунды, допустим, тело поднимается вверх. Значит, 2 секунды оно будет падать вниз. Бросил тело со скоростью 10 метров в секунду и поймал его со скоростью 10 метров в секунду. Тело поднимается 2 секунды, падает 2 секунды. Тело поднимается 3 секунды, тело падает 3 секунды. Вот и все. А если вдруг время падения не равняется времени поднятия, это означает, что вмешались какие-то, ну не хочу сказать, потусторонние силы. Ну значит, что-то телу мешало подниматься или падать. То есть, было какое-то либо трение, либо сопротивление. Ну, я вам сказал, что все задачи, которые мы будем решать в дальнейшем, 3 пренебрегаем, сопротивлением пренебрегаем. Ничего нет. Вот все. Учите физику, ребятки, на канале, который называется «Физика». Это просто канал, на котором достаточно сложные вопросы вдруг становятся простыми и понятными. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь. Ну и, конечно, лайк не забудьте поставить. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok